Всемирные игры проходят один раз в два года. Это второе по значимости после пара Олимпиады спортивное событие с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. В Россию побороться за медалью приехали более 600 спортсменов из 37 стран мира. Хочу вспомнить правильные слова президента Путина о том, что такое спортивное событие привлекает внимание общества к людям с ограниченными возможностями. Да и сами спортсмены-инвалиды подают другим пример того, чего можно добиться в жизни. Российская команда на играх самая многочисленная на церемонии открытия флаг страны нес капитан сборной Алексей Ашапатов. Зрители приветствовали игроков стоя. Наша сборная здесь представлена в достаточно сильном составе и думаю, что здесь равных нам не должно быть просто, потому что родные стены, они помогают. Игры собрали весь цвет мирового параолимпийского спорта. В состав международной судейской бригады вошел чемпион зимних олимпийских игр Ирек Зарипов. Сегодня я только приступил к своим обязанностям. Да, вчера я тут только что год там, я здесь сам бегал, здесь в Сочи, в паралимпийских играх. Сегодня у меня уже другая работа, другая обязанность. Ну, я перестраиваюсь, я все время, всю жизнь всегда перестраивался. Когда случилось, я перестраивался на данную жизнь. Когда пришел спорт, я перестраивался на спорт. То есть мы люди, как бы сказать, гибкие и под все быстро подстраиваемся. А вот под городские условия в Сочи участникам игр подстраиваться не придется. Как отметил на открытии соревнований вице-президент международного параолимпийского комитета Эндрю Парсенс, на российском курорте сделано все, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья чувствовали себя комфортно. Он поблагодарил организаторов за проделанную работу и с уверенностью сказал, что эти игры пройдут на таком же высоком уровне, как и зимняя Олимпиада. Но ведь это же дает нам возможность приглашения большого количества гостей со всего мира. И, конечно, мы все будем делать для того, чтобы в город Сочи все больше и больше приезжало гостей, и чтобы наши улыбки, улыбки наших жителей, улыбки наших волонтеров запомнились всеми. Всемирные игры продлятся в Сочи до 2 октября. В них будут разыграны медали в шести видах спорта. Это плавание, стрельбе из лука, армспорте, тэквондо, настольном теннисе и легкой атлетике.